Вопрос. Если человеку пишется программа на жизнь, то тогда в чем смысл помощи высших, если судьба идет уже по программе? Ответ. Тут не совсем правильное понимание слова программа. Это слово надо воспринимать более многомерно. У душ из отрицательной системы эти программы жесткие. У них нет права выбора, то есть они идут четко по своим программам. У личностей из положительной системы или молодых душ программа жизни обусловлена их кармой и теми уроками, которые душа должна пройти для того, чтобы вырасти. Обрасти опыт, знания, развить какие-то умения и способности, потому что это все копится в матрицах их душ. Поэтому в жизни личностей из положительной системы главными являются они. Они сами определяют, куда им пойти, направо или налево, в отрицательную систему или в положительную. Они сами определяют, как они хотят развиваться, хотят помогать людям, лечить их, или хотят быть математиками, или певцами, танцорами. То есть они выбирают. И постоянно у таких людей будут идти развилки, на которых они будут делать выбор, куда шагнуть, вправо или влево. Соответственно, так как каждую личность ведет ее помощник, он будет ей подсказывать пути, подсказки, какие-то решения. То есть он будет способствовать ее духовному росту. А выбор лично сделает сама. То есть он ей подсказал, или человек услышал что-то от других людей, которые тоже не просто так в этом месте и в это время случайным образом вокруг него дают ему правильные советы. То есть и божественная система, и отрицательные, они всегда будут стараться вести душу в ту или иную сторону. И человек вот как раз-таки сам решает. Поэтому, конечно же, у людей есть религия. Есть и места, храмы, куда каждый может прийти попросить помощи. И в мире есть много религий, в которых есть мантры, молитвы, песнопения, духовная музыка. Есть то, что может очистить энергополе человека, и он услышит голос помощников. Но уже как ему решать? Это священный выбор личности. Все благословенно в этом мире. Все для роста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова